Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас солнечным летом с компанией SkyWorld Community. И сегодня на нашей встрече Александр, рад вас видеть, Валерий, Василиса, Ольга, Руслан. Очень приятно, что вы сегодня нашли время для того, чтобы послушать информацию о самом перспективном проекте в 21 веке на данный момент, потому что то, что мы делаем, это лишь самое начало целой серии проектов для всей планеты. А сегодня конкретно в большей степени пойдет информация и речь о транспорте будущего, о транспорте, можно даже сказать, настоящего, который прямо здесь и сейчас развивается уже в разных уголках нашей планеты. И данный проект уже на данной стадии 14 из 15 этапов. То есть финишная прямая. И это все делают люди. Более 500 тысяч человек из более чем 200 стран и регионов мира. Это те единомышленники, которые ощущают свою силу. Ощущение перед природой, что это весь наш дом, не только наша квартира или наш город, а вся планета. И наша задача, как самым влиятельным людям, действительно делать рай на этой планете. И мы семимильными шагами двигаемся именно в этом направлении. Чтобы узнать чуть больше, потому что за час времени я не смогу вам передать абсолютно все информации. Пожалуйста, для будущего изучения просмотрите интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Потому что вы уже будете знать о коммерческих проектах, о том, как идут дела у нашей компании инжиниринговой, как, так скажем, реализуются все технологии и как преодолеваются абсолютно любые трудности в любом году. А они у нас сейчас действительно потрясающие, если правильно, так скажем, понимать это слово. Поэтому желаю вам хорошего изучения. В чате вы сможете найти ссылки на это видео и на корпоративную почту, если у вас останутся какие-то вопросы, и вы захотите их задать. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугавпилс, из Латвии. Сейчас нахожусь, так скажем, вблизи побережья, вблизи национального парка, вблизи прекрасного места. И я понимаю, что вся планета такая. И всегда тянула на эту планету. И всегда тянула на природу, к озерам, рекам, к морям, где чистый воздух, где живая плодородная земля. И наша планета может быть такой, если мы ее будем правильно облагораживать, правильно использовать. Ну и, конечно же, беречь и улучшать. И желая делать мир лучше, я искал множество возможностей, множество проектов. И в какой-то момент узнал о международных проектах. Которые построены на базе краудинвестинга или краудфандинга. Или с подобными элементами. То есть, когда люди без государств, без корпораций, без банков сами объединяются. У кого-то есть идея, но не то средств. Но есть время, чтобы ее воплотить. У кого-то есть время, но нет ни средств, ни идеи. У кого-то есть средства, но нет ни времени, ни идеи. И люди эти объединяются вместе. Не в зависимости от языка, менталитета. Абсолютно с каждого уголка планеты. И создают международные проекты. Множество можно найти разных и технологий, и продуктов, услуг. Но меня больше всего интересует, чтобы на нашей планете было изобилие и благополучие. И эта технология как раз такая. Как раз приносящая больше изобилия и благополучия каждому живому существу на нашей планете. И не только человеку, человечеству. Ведь мы всего лишь одна из 12 миллионов живых семей на нашей планете. То есть 12 миллионов видов живых существ. Мы просто самые влиятельные. И от нас многое зависит. Поскольку самый ценный ресурс – это время. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими побуждающими факторами. И если хотя бы один из них вас заинтересует, то вы точно сможете найти в данной встрече информацию и использовать ее во благо своей жизни. И тем самым косвенно, а может быть и прямо по собственному желанию, вы сможете по остальным этим факторам улучшить жизнь других людей. Потому что настолько широкий проект и настолько большое возможно сотрудничество с компанией Sky World Community, что вы будете удивлены. И самое главное – у нас лучший продукт на рынке. Потому что это инновационные экологические технологии. А если еще более конкретно, транспорт – одно из важнейших физических изобретений, которое позволило нам расселиться по всей планете. 8 миллиардов человек. И в наших руках будущее этой планеты. Дамы и господа. Технологические уклады, они идут. Ведь технология – это детище человечества, детище человека. И она будет развиваться с нами в ногу, ведь мы уже зависим от него. Но пока она использует недры нашей планеты и производит огромное количество негативных последствий, мы не сможем жить в одной и той же плоскости. Ведь биосфера – это маленькая часть над нашим шариком. До стратосферы, например. Это та самая живая часть. И только таким способом мы сможем жить здесь, если там будет экология. Поэтому все вредоносные технологии, их необходимо заменять либо выносить в другую куда-то плоскость, чтобы мы находились не на одной территории. И это возможно. И именно такие технологии предлагает Анатолий Эдуардович Ницкий. Ведь каждая серьезная технология изменяла мир до неузнаваемости. Вот тот мир, который, так скажем, сделали эти компании. Тот мир, который мы знаем сейчас. И все эти компании когда-то были маленькие, но делали что-то очень полезное. И поэтому они взлетели в своих масштабах, развились, получили огромную капитализацию. То есть когда маленькая компания, например, стоит 10 тысяч долларов, а сейчас она стоит 30 миллиардов долларов, к примеру. Это капитализация. Плюс каждый год эти компании получают дивиденды. И все, кто совладелец этих компаний. И именно эти компании сделали тот мир, которым мы пользуемся сейчас. Всеми услугами, всеми... То есть мы сейчас делаем все мгновенно. Пересылаем деньги за секунды. Присылаем гигабайт информации в секунду. Зазваниваемся с другим континентом. Можем на другой конец планеты позвонить, на другой конец шара, и разговаривать по видеосвязи. То есть мы все делаем быстро, но материально мы медленно передвигаем грузы и пассажиры. И это тот, та часть, причем очень вредоносно. И это та часть, которая сейчас больше всего необходима. Если это было необходимо для пятого технологического уклада, Google, Apple, Alibaba, которая, вон, возросла в десятки, в сотни тысяч процентов, то сейчас перед нами стоит физическая технология, которая больше, чем все эти, самая дорогостоящая, самая прибыльная, самая эффективная и самый актуальный проект и самая актуальная технология, которая необходима сейчас человечеству, которая с легкостью может его реализовать. Ведь даже полмиллиона человек практически уже до конца профинансировали и реализовали эту технологию. Но у каждого есть возможность стать частью этого. Потому что мы говорим не просто о каком-то концепте, мы говорим о реальной технологии, которая из чертежей за пять лет превратилась в несколько заводов с мощнейшим оборудованием, с экотехнопарками в умеренном климате, в тропическом, в Арабских Эмиратах, в Белоруссии, на официальном уровне сотрудничества, международной выставке. И все это делают люди. Для себя же, для людей, но и для всего живого на планете. Потому что это единственная технология, которая не приносит жизни на нашей планете вред. А все остальные традиционные, к сожалению, дамы и господа, приносят вред. Уже стали менее полезны, чем вредны. Поскольку количество транспорта первого уровня невозмолимо растет, а нам необходимо это место для жизни. Для жизни флоры, фауны и человека. То есть транспорт первого уровня, он забирает вся железная дорога, асфальт и автодороги. Более пяти площадей в Великобритании закатано и мертвы. Они не дают ни плодов, ни кислорода. И они очень опасны. Ведь этот первый уровень, там, где мы находимся с нашими детьми, с нашими домашними животными, там, где находятся другие животные, которые ходят по земле. И этот транспорт стал самым большим убийцей в мире. Автотранспорт. А вот альтернатива. Самый безопасный транспорт. Самый эффективный транспорт. Легко интегрируемый куда угодно. В любой температуре. В любой местности. С огромным углом, так скажем, даже в Индонезии, либо в гористых и других местностях, где большие перепады, с помощью данного транспорта можно будет связываться так же, как и через острова. Не боясь ни наводнений, ни землетрясений. Ведь эта технология уникально разработана именно под жизнь и работу для людей, на людей, в любом уголке, в любых обстоятельствах. Очень гибкая технология. И сегодня я познакомлю вам с ней чуть поподробнее, потому что это будущее нового мира. Юниска и Стринг Технологии. Наша инжиниринговая компания, которая сейчас является уже одним из самых больших налогоплательщиков в Белоруссии и производит наивысококачественные продукты, транспортный продукт, транспортную отрасль. Это новый мир. Анатолий Эдуардович Ницкий изобретатель этой технологии, инженер нового мира, который делает максимум для того, чтобы мы в содружестве с нашей планетой жили, обитали. И эта технология и все последующие его технологии транспорт, экологические дома, устойчивые, сами себя обеспечивающие, гумусы, производство гумуса, вакуумное стекло, линейные города, эко-поселение, общепланетарное транспортное средство и вынос вредоносной инфраструктуры технологической в ближний космос. Это все его технологии и они все объединены одной целью, одной философией, чтобы человеческая раса развивалась и при этом все вокруг нее процветало. И только таким образом. Ведь человек не создан для того, чтобы иметь деструктивный образ жизни. И Анатолий Эдуардович это понимает. Он всю свою жизнь уделил науке и он создает только самые оптимальные, эффективные и безопасные технологии, которые нам именно сейчас и нужны. Он на несколько шагов впереди тех изобретателей, которые есть сейчас. И то, о чем в какой-то момент начал говорить Илл Маск о некоторых изобретениях и некоторых возможностях. Анатолий Эдуардович еще до Илла Маска, до рождения его уже понимал, как какие-то определенные вещи будут работать. Он же в 89-м году описал уже, как будет работать система блокчейн, которая сейчас так распространяется вместе с электронной, фиатной, точнее и криптовалютой и передачей информации блок-схемы. То есть человек, который предлагал, как делать новые города, как делать новую энергетику еще 40 лет назад, тогда, когда еще его никто особо понять не мог и не хотел, потому что не верили, что можно сделать те изобретения, которые он делает, которые он представляет. А в итоге он все равно продолжил дальше и ради блага всего живого изобрел более 150 изобретений, написал более 200 рабочных работ, более 20 монографий, несколько грантов вон. Это Леонардо да Винчи нашего времени и создатель целой серии экологических технологий, которые называются Экомир. И этот Экомир, конечно же, завораживает, потому что те возможности, которые открываются перед человеком с технологиями Анатолия Эдуардовича, мы действительно сможем стать космической цивилизацией, выйти за пределы нашей планеты, потому что у него есть все необходимое в его технологиях для жизни человечества на ближайшие тысячи лет. Представляете? И это не голословные слова, ведь вы сможете, зайтя на сайт unitsky.engineer, изучить все, что вам будет интересно или что поддаст вас сомнению, начиная с 76-го года, если не ошибаюсь, 66-го года. И вы оттуда уже сможете читать научные работы, читать о изобретениях, что сделал этот гениальный ученый, как он двигал весь этот путь и сейчас. Какие же прекрасные новости, при том, что у нас целая тысяча высококлассных специалистов уже работают и еще полмиллиона человек заинтересованы продвигать все технологии Анатолия Эдуардовича. Не просто же так мы умудрились дойти до 14-го из 15-ти этапов, при том, что никому из нефти, так скажем, из сферы нефти и других видах транспорта невыгодно, чтобы наша технология прошла на рынок, потому что это чей-то бизнес, и они не хотят его модернизировать, они не хотят терять свою прибыль, а люди страдают из-за этих видов транспорта. Поэтому сейчас самое время объединиться, взяться вместе и постаровать свой транспорт, чем же мы будем и владеть. И мы будем, получается, совладельцы компании, мы совладельцы заводов, экотехнопарков, каждого адресного проекта, в них можно будет участвовать и дополнительно, и просто уже отдельно, потому что эта компания транспортная, она в нашем совладении. Получается, за каждый построенный адресный проект, за каждый километр, за каждое проданное транспортное средство и даже за каждый билетик каждому человеку, который сейчас помогает развиваться этой технологии, он автоматически становится ее совладельцем. И он сможет получать со всего этого дивиденды, со всего этого прибыль, то есть кроме пользы поголовной для всего человечества, еще и огромная польза и прибыль для всей вашей семьи, для нашего бюджета. Притом это с передачи по наследству, то есть это на сотни лет вперед, потому что если вы изучите все детали самой технологии, лучше не может быть на данный момент, всегда может быть лучше в будущем, но именно на данный момент принципиально все другие виды транспортных средств менее эффективны, гораздо более дорогостоящи, менее безопасны, менее легко интегрируемые, менее экологичные, по всем параметрам. И главная задача всех людей и Анатолия Эдуардовича это свою технологию просертифицировать, то есть она создана уже давно, но никто не был готов строить ее, чтобы проверить, действительно ли она в десятки раз лучше, чем по разным показателям, чем другие виды транспорта. Никто на это не брался. И в итоге это сделали люди, потому что мы же сами и для себя это делаем. И главная задача, которая перед нами стоит, это сертификация. Весь проект основан на сертификации. Это конечный ЦКП, конечный продукт, результат самый ценный, который нам необходим. Сертифицировать, то есть чтобы построили, чтобы испытали, продемонстрировали и на основании всего этого подтвердили в сертификатах, что это все работает исправно, это действительно по таким характеристикам, это так, это так, это так. И с этими сертификатами мы спокойно можем строиться в разных уголках планеты, делая этот мир лучше и строить один из самых больших бизнесов в мире. Так вот, мы уже в процессе сертификации, в котором 15 этапов и каждый этап набирались какие-то, точнее, ставились какие-то задачи. Это сколько-то определенно стоило. Есть на первых этапах меньше людей, на последних больше, и стараются более, так скажем, менее затратные работы сделать сначала, чтобы все последовательно было, а самые дорогостоящие оставляют на потом. В итоге люди от чертежей, еще ни один транспорт не ездил, профинансировали 14 из 15 этапов. И уже сейчас у нас существующая, катающая людей, просертифицированная больше, чем на 80% технология, народная технология. И мы подходим к концу сертификации. Но по-прежнему каждый человек важен, потому что мы ускорим кто-то на месяц, на неделю, даже на день, если, мы ускорим развитие и внедрение данной технологии, дав огромную пользу всему человечеству и каждому человеку. И, конечно же, капитализируя наши с вами ресурсы, наши с вами средства. Ведь задумайтесь об этом, насколько должен быть полон, крепок и серьезен человек в изобилии, богатый, Бога много в нем, чтобы заботиться не только о своем доме, но чтобы заботиться еще и обо всей планете, как о своем доме, о всех живых существах на ней, как о своем доме, как о своих близких и родных. И часть своего времени и энергии, которую мы потратили, создали что-то миру, то есть произделали какую-то работу, получили бартер и вот эту материализованную энергию отдать куда-то на что-то более важное, даже чем мы сами, на спасение нашей планеты. Ведь без нее никого из нас не будет. Просто задумайтесь, каждый человек, который к этому приходит, он вырастает и его богатство становится только больше. Особенно, когда мы видим, как работает технология. Я катался на данной технологии и в умеренном климате в Белоруссии, и в Арабских Эмиратах, в тропическом климате. Потрясающее ощущение на разных видах трасс, на разных видах транспорта. То есть это одно из лучших пассажирских решений, а уже, как показывает испытание, и грузовых решений для всего мира. То есть как раньше был когда-то пейджер, а потом пришел мобильный телефон со множеством функций, более автономный. Вот примерно то же самое сейчас что-то происходит. Потому что все существующие транспортные отрасли, транспортные инфраструктуры, они очень сильно устарели. Они не устарели по отношению к скорости развития человечества, не удовлетворяют наши потребности. А этот транспорт конкретно удовлетворяет потребности человека 21 века, в скорости, мобильности, в безопасности. И пассажироперевозки сделают наш город и жизнь людей в любом существующем или новом городе гораздо более эффективным. Потому что для любого города, для любой задачи, для разного пассажиропоток уже изобретено множество моделей транспорта, а некоторых даже по нескольку экземпляров. То есть некоторые компании за 5 лет за миллиард-два делают один пикап от начала до рынка, а мы за тех же 5 лет за полмиллиарда сделали не один, не пять, не семь, двенадцать видов транспортных средств. Плюс еще к этому не на существующую дорогу, а мы еще сделали свои дороги, свои трассы разного вида, разного типа, и процертифицировали большую часть из них, свои станции, стрелочные переводы и так далее, и так далее. То есть работа проводится колоссальнейшая. Многие, кто занимаются развитием больших инфраструктурных проектов, не понимают, как Анатолий Эдуардович управляет таким образом, чтобы за такое количество времени, за такое маленькое финансирование, причем без банков, а просто от людей со всего мира, можно сделать такую вот серьезную технологию. И сейчас мы уже рады первым адресным проектам, потому что даже при том, что наша компания является проект, является высокорискованным, венчурным, но как бы гиперприбыльным и гиперполезным, даже при этом люди как бы смотрят, взвешивают, насколько это выгода высокая. Если смотреть даже только на цифры, невероятно высокая выгода. Если смотреть только на ресурсы, затраты на строительство и сколько остается, сколько можно направить в другое, невероятно. Если смотреть на сам проект, люди, объединения по всей планете создают новый вид транспорта для всего и будут еще совладельцами. Так же невероятно. Но только когда я начал изучать, я понял, что все это оказывается уже работает. Уже более десятилетия работают и развиваются подобные проекты. Люди объединяются, делают собственные компании, корпорации, продукты, услуги и все успешно. Только здесь мы не то, что делаем какую-то маленькую вещь, мы меняем устройство всего человечества, даем ему новую скорость для развития, новую безопасность. Мы как минимум полтора миллиона жизни в год будем спасать этим транспортом, тем, что он будет не авто и не железнодорожный. Юницкий старался взять лучшие технологии, старался взять, понимая, что есть и крупные города-мультимиллионники, и отдаленные деревеньки, где необходимо транспортное средство в два пассажира, и сделал максимальное разграничение, то есть максимально гибкую технологию для человека. Пассажиропоток может быть более 100 тысяч пассажиров в час и более 100 миллионов тонн груза в год по грузовой, при том, что цена 100 тонн на километр доллар. Тем, кто хоть как-то занимается грузоперевозками либо бизнесом, связанным с товаром, это невероятная цена. Это будет бум. Мы каждый начнем платить гораздо меньше за наши товары. Они начнут приходить гораздо быстрее. А поскольку это будет выгодно, все будут этим пользоваться. А если вы совладельцы подобной технологии, то вы будете получать с каждой тонны, с каждого километра, с каждого пассажира прибыль. Плюс к тому, что это только на положительных и созидательных технологиях. То есть любая ваша деятельность, связанная с компанией SkyWorld Community или данной технологией, поможет кому-то или улучшит его жизнь. Хотя вы по факту просто берете и делитесь информацией. Изучаете информацию в одном месте и передаете эту информацию в другое место. Все очень просто. Именно таким образом люди из нескольких человек настало более 500 тысяч человек. И сейчас 15-й этап и 14-й самые важные решения это тяжелый грузовой транспорт. То есть то, на что нужно больше всего финансирования для реализации. Потому что все остальные технологии мы доказали все по плану и даже лучше. И последняя технология это передвижение сверхскорости. Это когда мы летим 500, можно даже до 600 километров в час. И это в рамках этого проекта. Хотя у Анатолия Эдуардовича и он говорил об этом уже более 20 лет назад есть технологии передвижения в фар-вакууме до 1500 километров в час. Понимаете? И это все один человек. Как только вы зайдете на сайт unitsky.engineer вы не сможете оттуда уйти, потому что это будущее нашей планеты. Пятый элемент с такими если вы помните фильм с такими технологиями как предлагает Анатолий Эдуардович это очень очень скоро. Просто не представляете насколько раз за 5 лет он умудрился сделать такое. И представляете 500 километров в час мы сможем передвигаться в другие города, в другие страны мгновенно можно сказать. Сможем в один день ехать в другую страну, в другую столицу или через даже страну, работать там и в этот же день спокойненько быстро возвращаться домой. Представляете? возможности всего человечества при том, что эта технология стоит меньше всего из всех традиционных. То есть меньше всего ресурсов нужно, меньше всего землеотвода, чтобы построить такие трассы, меньше всего энергии, чтобы двигать при таких скоростях данный транспорт. То есть по всем параметрам данная технология дает максимум характеристик и минимум забирает для того, чтобы их создать. Это стоит переварить, потому что многие думают, это будет капец, как дорого. Нет, абсолютно нет, потому что гораздо дешевле, чем все остальное. Перерасходы у всех наших транспортных средств традиционных, перерасход и не использование эффективных физических законов, потому что Анатолий Эдуардович четко в своих фильмах, вы это сможете увидеть также на его сайте, описывает как, что, из чего, как он пришел к этой технологии, как он каждую детальку в течение десятилетия обрабатывал, ведь было очень много критики, но, как он говорит, эта критика помогла не останавливаться и модернизироваться, улучшать, именно поэтому сейчас у нас так много транспортных средств уже работающих и Арабские Эмираты уже, при том, что не закончен проект, уже начали работать, и я так понимаю, что нам скоро объявят, где именно у нас в Объединенных Арабских Эмиратах есть уже адресных проектов, которые уже предпроектные работы сделаны и уже идут в дальнейшие стадии, то есть компания будет развиваться, компания уже очень скоро выйдет на самофинансирование, но у каждого человека есть возможность еще поучаствовать, ускорить этот процесс и стать совладельцем самой крупной компании будущего, ведь грузовой транспорт и грузовые перевозки это это и есть самый дорогостоящий бизнес в мире, и у нас для этого решения есть все необходимое, и сыпучие жидкие штучные грузы, и перевоз отдельными контейнерами маленькими, и конверная лента, и Юниконт перевозка платформы для перевозки грузов любых масштабов, то есть мы просто целиком придем сначала на помощь, а потом сможем перенять на себя все грузоперевозки в мире, что является самым дорогостоящим транспортом, конечно же это будет непросто, ведь он является самым коррумпированным, и его просто так никто не отдаст, но люди со временем все равно будут выбирать лучше, ведь все эти трассы строятся за деньги налогоплательщиков, большинство, и мы же решаем, что подороже построить, чтобы еще больше нас снимали и менее эффективный транспорт, или давайте подешевле, но построим то, что действительно показало себя как наилучший вид транспорта, и люди смогут это решать скоро, очень скоро, мы к этому подходим, ведь люди становятся сильнее, люди объединяются, вы представляете вообще, как раньше можно было подумать, что соберется полмиллиона человек с миру по нитке, как мы сейчас с вами разговариваем, просто тет-а-тет, можно сказать, каждый в своем доме, и либо где-то встретившись на природе, либо на какой-нибудь конференции, и объединяться эти полмиллиона человек, чтобы построить транспортную отрасль, я поначалу, даже когда начал участвовать в этом проекте, я не совсем понимал весь масштаб, а теперь понимаю, мы делаем транспорт для всей планеты, и это включает в себя и даже морские порты, потому что это одна из большей части, как между континентами доставляются что пассажиры, что грузы, и автоматизация в данной теме очень важна, потому что она в десяток, в десяток раз улучшит показатели нашего передвижения, ведь здесь не будет никаких застоев груза, груз спускается сразу же на транспорт, которому есть задание, он уже едет в нужный город, в нужную страну разгружаться, нету человеческого фактора, закрывающие технологии, так со всеми технологиями Анатолия Эдуардовича, то есть он делает так, чтобы технологии работали на нас, чтобы не мы работали на технологии, и так же строятся его линейные города, его эко-поселения, эко-дома, потому что технологии должны работать на нас, с учетом того, насколько развиты сейчас искусственный интеллект, как прорабатываются алгоритмы все, как загружаются в наши системы, в наших компьютеров и роботов, правильные последовательности действий, и в данный момент у нас действительно есть транспорт, который является полуандроидом, который сообщен со всеми остальными участками дороги, с каждым транспортным средством, с каждым промежуточной и анкерной опорой, то есть они как пчелиный рой совместно двигаются и выполняют прекрасную нужную нам работу, абсолютно сообща, в полной безопасности, а человек при этом полностью свободен, может работать, отдыхать, вздремнуть, смотреть в окно или общаться с друзьями, при том, что он летит на втором уровне очень быстро, можно сказать, почти по небу и абсолютно безопасно. И десятикратный запас прочности это подтверждает, опять же, множество испытаний проводилось с нашей технологией, с каждым ее элементом. Анатолий Эдуардович знает толк в сертификации, потому что у него множество высших образований и одно из них патентное право, то есть, что защищает очень серьезно нашу технологию. И как бы основа главная, как Анатолий Эдуардович говорит, так все просто. Это в советской школе, пятый, седьмой класс физики учили все законы, которые я использую для построения подобной дороги, то есть, как я все это вычислил, это все элементарно и потрясающе долго работает с минимальными затратами, что эксплуатационными, что капитальными. Ведь это всего лишь пучки струн, предварительно натянутые, предварительное натяжение делает их ровными, прочными, делает из них дорогу. И эти пучки струн, они помещены в специальный бетон, который заполнен вместе с ними в корпусе рельса. Она там упрочняет его, упрочняет стенки, антикоррозийные, шумопоглощающие. Вот. И сверху получается головка рельса. И далее стальное колесо, мотор-колесо, двигается по стальному рельсу с максимальным коэффициентом полезного действия в 99%. С таким способом мы максимально передаем энергию и лучше всего движемся. И таких трасс много. Их сейчас уже около 10. И они каждая под свой вид сделаны. Берельсовая, например, ферма, она может быть и подвесной, и навесной для составных больших поездов сверху, и грузовых, и пассажирских. Внутри еще можно провести электричество, то есть инфраструктура энергетическая и информационная инфраструктура, интернет. Получается три инфраструктуры вместе в одном строении. И периодически у нас идут опоры и периодически станции. То есть минимум ресурсов, максимум пользы. Полужесткий рельс, то есть уже для городов поменьше не там, где 20 миллионов, как мультимиллионники такие, как Лос-Анджелес или Москва, а уже где чуть поменьше. Либо гибкий рельс совсем, или исполнение колтюбинговой трубы, там, где может быть до 2000 метров между опорами. То есть представляете, 2000 метров, хотите так по кварталу, хотите так, хотите так, хотите так, так, так. Как угодно можно ставить эти анкерные промежуточные опоры на любой высоте и даже под углом проходить сквозь здания. То есть уже даже в существующих городах можно будет двигаться сквозь кварталы по диагонали квартала, так как это будет удобно для людей. Ведь у нас сейчас такие потрясающие технологии 3D-моделирования, где могут сканировать весь город и решить, как лучше, где что поставить, где посмотреть по телефонам, по датчикам, где кто ездит больше, то есть, как, например, делает Google, чтобы изучить, изучить лучшие маршруты, сделать город эффективным. Все это есть в технологиях Анатолия Эдуардовича. Он гениально видит эти аспекты жизни человека 21 века. Именно поэтому он создал самое удобное устройство для его передвижения, для массы, не только для какого-то отдельного человека, а для всего человечества, чтобы когда у нас будет 8 миллиардов, 9 миллиардов, 10 миллиардов, у нас все равно все работало с возможностью развития дальше. Ведь он, как говорит Анатолий Эдуардович, это базовая технология, которая просто должна быть. Она должна быть у нас у всех. И я считаю своим долгом ее развить. Как здорово, что нашлось еще 500 тысяч человек, которые тоже посчитали своим долгом оставить лучшее будущее для своей планеты, для своих детей, для своих близких. И, конечно же, интеллектуальная система управления это одна из важнейших частей. То есть транспортные средства, которые мы делаем, они не проще самолета. Они уникальны. У них лучше даже аэродинамика, чем у самолетов. И они автономны. Вся эта система сможет забрать у человека труд огромный. Представляете, как много людей теряют свое здоровье, спину в такой опасности, как водитель автомашины или фуры грузовика. Это все можно изменить. Более 10 миллионов человек не будут страдать каждый год. от того, что мы пользуемся больше всего самым опасным видом транспорта. Ведь у нас умный транспорт. Он полностью держит нас в безопасности и имеет машинное зрение, окружающее, которое будет предпринимать решения, если любые какие-то помехи снаружи находятся. То есть вся система еще действует сообща вместе. есть специальная интеллектуально-охранная система для всех возможных комплексов от нашей компании. Внутри более 250 датчиков в маленьком даже транспортном средстве, которые полностью отвечают за комфорт и безопасность человека. То есть здесь перед вами транспорт будущего, закрывающая технология, которая освободит нас полностью от занятия передвижения. То есть мы просто будем заказывать транспорт, садиться внутрь и мы свободны. И конечно же мы будем очень-очень-очень спокойны и наслаждены ездить по нашим делам, потому что мы будем в полной безопасности. Не будет никаких боковых столкновений с первым уровнем, с самолетами, никаких боковых столкновений самого транспорта, потому что они все на разном уровне. Не может быть столкновения двух транспортных средств по, например, трассе, либо вот так вот, лоб в лоб. Это все невозможно, все исключено. Анатолий Эдуардович продумал это максимально и действительно достойно представил возможности, как все-таки должны выглядеть у нас в будущем транспорт. Но сейчас уже в настоящем увидим, что это самая безопасная транспортная система. А еще самая легко интегрируемая, самая экономичная, самая экологичная, самая-самая. Потому что лучше для человека. И Анатолий Эдуардович не делает так, как сейчас, чему подвластны многие в нашем мире. Запланированное устаревание. А давайте мы вложили миллион в этот проект или не знаю, в этот айфон, я приблизительно, в этот продукт. Давайте мы будем продавать, пока прибыль не составит 5 миллионов, и только потом впустим нашу следующую технологию. Хотя у нас уже на 10 лет велет разработан. Так сейчас, к сожалению, живет наш мир. Хотя все технологии, телегонов, телевизоров, медицинские аппаратуры, она гораздо выше, чем то, что отдают людям. Мы это видим потому, что находится, например, военных госпиталях или какие технологии используются в военном деле. То есть война и медицина это первые два направления, куда все новые технологии, так скажем, идут. Они сейчас в руках, множество технологий в руках Анатолия Эдуардовича, потому что он их и создает, и в руках людей. Он отдает людям совладение своими технологиями, только чтобы это не стало коммерцией. Чтобы люди действительно пользовались транспортом, которые создали. Ведь просто на секундочку представьте, что будет, если тот, кто сейчас владеет одним видом транспорта, просто возьмет и другой вид транспорта, так скажем, самый эффективный сделает, переймет на себя, станет владеть. Он же сделает цену на каждую поездку выше, чем, например, на самолет. Раз он безопаснее, раз он быстрее, экологически чище и так далее. Хотя на самом деле Юницкий изобрел все так, что минимальные затраты, самые минимальные, меньше нету у других транспортных отраслей. И получается, если это делают люди, то нам останется эффективный общий транспорт с наилучшими характеристиками по себестоимости использования, можно так сказать. А если это досталось кому-то, то это могло бы стать самым дорогостоящим видом транспорта. И самым прибыльным, конечно, но не от хорошего, не от совести. Поэтому, дамы, господа, такая возможность была ли когда-то? Рассказывали, когда было Apple или там Alibaba, рассказывали ли о них возможностях, о том, как будут развиваться данные технологии, какая польза будет каждому человеку. А сейчас у нас есть такая возможность. Сейчас вы видите все это перед собой. То есть технология реальна, технология полезна. Подумайте, хотите ли вы себе такой транспорт в город, хотите ли вы быть совладельцем такого транспорта, либо хотите спасти, может быть, много жизней или экологию на нашей планете, либо вас интересует действительно бизнес самый дорогостоящий, при том, что это в будущем сама технология будет приносить, но и здесь и сейчас можно строить бизнес. Ведь абсолютно любой человек с абсолютной точки, любой точки мира, с любого континента, с любой страны, с любым менталитетом, на любом языке, в любое время можно сейчас помогать развивать данную технологию, получать вознаграждение без ограничения, при том, что он делает мир лучше, занимается созидательной деятельностью. Если у вас остались сомнения, зайдите на сайт unisky.engineer, либо на ютубе, на Анатолий Юницкий, или Skyworld Community, вы увидите, что то количество работы, которые производятся в каких-то маленьких компаниях, либо в неперспективных, просто невозможно. как только вы увидите, сколько сделано здесь, я уверен, вы уже не сможете это развидеть. Мы создаем будущее. Люди, обычные люди, берут часть своей энергии, часть своего времени, часть своих ресурсов и создают что-то общее, большее, поддерживают того, кто понимает большее, кто реально знает, что делать, и каждый делает в меру своих сил. Я хочу такой мир. Я хочу возможность жить в безопасности. Я бы хотел, чтобы весь первый уровень был чистый, чтобы мы могли ходить куда угодно, чтобы наши дети могли гулять где угодно, их никогда не сбила машина или даже просто не напугала. Это можно с данным видом транспорта, с тем транспортом, который мы реализуем сейчас. И это же фантастика, то, что мы делаем. Посмотрите, у вас реальная фотография перед вами. Люди сделали огромные экотехнопарки, профинансировали заводы, огромные штаты, множество выставок, доказали, что это действительно актуально и одна из лучших транспортных технологий. Анатолий Эдуардович получил премию мира в Братиславе в 2018 году в Словакии за все технологии, не только за эту первую, самую маленькую, самую земную, но за все технологии, которые у него есть. Эко мир. Стоит только поинтересоваться. Вы поймете, что это наше будущее. И компания SkyWorld Community это те люди, это та команда, это те единомышленники, которых думаете, что несколько людей или некая группа не может изменить мир, вы ошибаетесь. Ведь именно несколько людей запускают изменения в мире. Инноваторы. И после этого те, кто открыты, те, кто умеют изучать, находить аргументы и тогда говорить, я думаю, так, потому что так, либо вот так, потому что такие аргументы. Все эти люди, мне кажется, потихонечку приходят в SkyWorld Community, потому что я нигде не встречал такого количества единомышленников, которые собственными усилиями и совместными усилиями заботились бы о всем человечестве, а не только о себе или своей семье. И здесь таких большинство. Если вы чувствуете свою силу, что можете управлять не только своей жизнью, помогать ей делать лучше, но и распространять свое благо дальше, то you're welcome на сайт skyway.capital или обращайтесь к тем людям, которые пригласили вас на эту встречу, либо пишите мне на корпоративную почту, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, помогу разобраться, как же использовать всю информацию, пока еще есть время. Для того, чтобы ускорить это и стать частью этого. Ведь, дамы и господа, 15 этап не за горами, и он пройдет достаточно быстро, но это время еще есть. Лично, по моему мнению, каждый человек хотя бы один раз должен услышать о данной технологии, посмотреть, увидеть это в видео, в фотографии, эту встречу, в записи, либо собственными руками на Экофесте пощупать этот транспорт и попробовать его. И тогда вы точно поймете, что будущее, наше будущее, высокотехнологичное, оно завтра и оно сделано нашими руками. И именно с такими технологиями, и именно бок о бок с такими людьми, как вы сейчас, дамы и господа, которые уделяют свое внимание, свое время таким важным вопросам. именно с вами мы и сделаем рай из нашей планеты и станем едины, объединив весь мир физически, станем воистину космической цивилизацией. С вами был Артем Курбанов. Будьте здоровы, живите и мыслите так, как будто у вас есть все, как будто вы благодарны за все, 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 что вы имеете и у вас будет становиться только лучше и только больше. И спасибо за ваше внимание, ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И сегодня это была компания Sky World Community. Технология, которую финансирует 500 тысяч человек и нас будет становиться все больше, потому что уже не за горами, будущий проект. Уже следующий и скоро мы о них узнаем. Ведь наша компания, наш проект Струнный транспорт уже скоро совсем выйдет на самофинансирование и принесет те огромные колоссальные пользы, о которых мы говорили всему человечеству. Это будет переломный момент в истории, это будет переломный момент в экономике, в экологии и в душах, мыслях и сердцах людей. Большое спасибо за внимание. Василиса, Марина, Ольга, Руслан, Александр, Валерий, огромное вам спасибо. Желаю вам улыбок как от других людей, так и своих собственных. Давайте оставим после себя планету, в которой хочется родить. Ведь мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. Давайте оставим рай при себе и после себя. А пока желаю вам счастливой жизни и быть здоровыми, радостными, дышать глубоко каждый день и каждое мгновение. Ведь только наслаждение жизни и особенно через природу, через все живое дает нам понимание, насколько мы живы, насколько мы часть этой вселенной, насколько мы часть творения. И тогда творить становится намного легче. Ведь когда ты творить, тогда ты творишь без ограничений и только благо. До скорой встречи, дамы и господа. улыбок. Субтитры сделал DimaTorzok